Всем привет дорогие друзья! Устраивайтесь поудобнее и мы продолжаем нашу запорожскую кампанию. Мы ведем войну против Литвы. Кажется против Литвы ополчились все кому не лень и уже такая традиция становится вроде как привычной. Нападает на кого-то запорожская сечь, сразу этой же державе объявляют войну другие страны и эту державу начинают расхватывать по кусочкам. Что нам нужно сделать прежде чем мы отожмем паузу? Нам нужно распределить наших свободных дипломатов. Я бы отправил... Вообще нужно посмотреть на ситуацию. Ситуация складывается так. У Запорожья есть очень сильные возможные противники. Первый противник это Казань. Но я надеюсь что нас здесь уравновесят Московия и Нагайцы. Второй возможно очень сильный противник это Польша. С Польшей. Что? Как дела обстоят с Польшей? Мы с ними наладили отношения. Они сейчас воюют против Швеции, Литвы и Чернигова. То есть у нас один противник. Это будет хороший модификатор. То что мы воевали против одного врага. Третий возможный противник это Османская империя. Они уже недовольны тем как мы расширяемся. У них есть претензии на черное обладание Черным морем. Они получают самый большой доход из Крымского торгового узла. В общем-то ребята могут претендовать на наши земли. Но они сейчас в войне против Венеции, Корфу, Наксоса и Кастилии. И мамлюки очень сильно поджимают их в спину. Я думаю, что мамлюки станут Нечт, Хиджас и Тунис. У мамлюков хороший союз. И я думаю, что они станут Османской империей достойными врагами. Я искренне надеюсь, что видите, Османская империя может претендовать на огромной территории. Сейчас даже выполняет квест завоевать Левант. Так что если они будут воевать только на эту сторону, мне будет хорошо. Насчет Польши. Польша в союзе с Данией и Волынью. И выполняет квест завоевать в армию. Но у Тевтонского ордена хорошие союзники. Венгрия, Рига и Московия. Опять фигурирует Московия. Московию будет чем занять. Венгрия в союзе с Францией, Геной, Монтуей и Савойей. Разве что Австрия потревожит Венгрию. Тогда Венгрия будет не до войны с Польшей. То есть Польша отвлечена. И самое главное, что она не унит Литву, а воюет против нее. Это наверное самое большое достоинство моей запорожской кампании. Так что нам нужно, чтобы были слабыми Польша, Османская империя и Казань. Тогда мы будем чувствовать себя достаточно спокойно. И сможем брать действительно большие куски, отрывать от наших конкурентов. Но у нас есть внутренняя проблема. Это восстание и беспорядки. Их мы еще кое-как сможем подавлять. Число рекрутов у нас, благо, не опускается ниже 25% от пула. Правда, основной нашей проблемой теперь становится единство веры. Поэтому нам нужны православные провинции. Так что от Литвы нам нужно отрывать как минимум Житомир, как минимум Киев. Почему Киев? Потому что это центр, столица, которая держит в себе торговый узел. Соответственно, заработок здесь крайне высокий. И еще чем он хорош? Тем, что у него очень высокий базовый налог. Конечно, переваривать его будет дорого. 213 административных очков. Но зачем нам нужен будет этот базовый налог? В нашей стране размер базового налога равен... Давайте посмотрим... 52 очка. Я хочу просто взять Чернигов в качестве своего вассала. Вот зачем нам нужен будет высокий базовый налог. Крым мы присоединим мирно. А затем я хочу мирно присоединить Чернигов. Это аж 4 провинции. 5 провинций, у которых высокий базовый налог. Так-то я, если бы отрывал куски от них, то это было бы достаточно долго. Плюс риск восстаний. А так Чернигов, как вассал, будет помогать нам подавлять восстания того же Киева за счет своей армии. Ну и провинции, которые не будут страдать от национализма, когда мы их проглотим. Нет никакого национализма в Феодора, который мы проглотили. В общем-то, свои бонусы есть. Плюс у нас вообще-то заполнен пол дипломатических, а не административных очков. Так что тратить на присоединение вассала мы будем именно дипломатические очки. И да, пока я не забыл. Давайте снизим нашу военную усталость. Стоит это всего лишь 50 дипломатических очков, а их у нас выше крыши. Уменьшим. И можем продолжать. Наши дипломаты 89-68. Работать. Нам нужно улучшать отношения. Османская империя разорвала соглашение на проход через нашу территорию. Это не важно. Можно было бы снизить инфляцию, но сейчас у нас такой возможности вообще нет, так как это административные очки. А они нам понадобятся. Для переваривания того же Житомира и Киева. Житомир по квесту ради административных очков. Киев, потому что богатый. Братслав, скорее всего, я не возьму. Просто не влезет. Да и еще Литва может заключить перемирие здания. Это будет очень не вовремя для нас. Мне бы хотелось, чтобы сейчас восстали повстанцы здесь. Кстати. Только Азаба в Азове не восстанут. Замечательно. Только в одной провинции восстанут. И может быть мне поможет армия Москвы в подавлении этого восстания. Польша заняла все места. Новгород-Северский захватили. Идем в Братслав. И будем поглядывать на мирное предложение. Требования превышают военный счет. Поглядываем. Вдруг Литва каким-то чудесным образом сподобится принять это предложение как можно скорее. И тогда я с удовольствием кину им. Ну, если у нас будет счет, к примеру, 70. Смерть советника. Вот он наш казначей. Перейти. И мы можем нанять. Либо инквизитора, либо теолога. Национальные беспорядки минус 3. Зато инквизитор увеличивает эффективность миссионеров. Ну, наверное, я выберу теолога. Административные очки пусть растут. Сейчас посмотрю, что я могу принять. Самое главное, чтобы этот теолог наш потом не скопытился. А ну, а ну. Пока ничего. Церковный налог. Доход от налогов увеличится. Национальные беспорядки возрастут. Нет. Эффективность миссионеров и рост национальных беспорядков. Ну, допустим, эффективность миссионеров. А это уже другое дело. Кого мы возьмем? Давайте посмотрим, какая провинция по базовому налогу самая выгодная. Едешкуль, Мансур, Азол. И посмотрим, сколько будет стоить их перекрестить. Да, долго. Ладно, тогда пусть будет Кызыл Яр. 62 месяца. 62 месяца это... Это много лет, 5 лет. Чуть больше 5 лет. Отправить. Сейчас посмотрим, сколько мы за это дело платить будем. Но ладно, уже движение началось. Движение перекрещивания. Что само по себе является хорошим показателем. Одного дипломата я держу свободным. Пока нет. Хорошо. Завоевываем дальше. Отношение до соточки. Отлично. Значит, можем одного дипломата переправлять, к примеру. Держать на соточке отношения с ними. Ввести церковный налог. Нет, беспорядков не хочу. Хотя сам теолог снижает беспорядки очень существенно. Но советник умрет. И что мне тогда делать с ними? 6,4. Невысок процент того, что они поднимут восстание. Дипломат вернулся домой. Так, Литва опять предлагает перемирие. Чем больше она будет нас задалбывать этим перемирием, тем хуже будет нам. Нагайцы. Казань. Дипломатия улучшить отношения. Да, отправляем дипломата туда. Сейчас будет соточка с Польшей. 63% военного счета. Дипломатов нет. Ждем соточку с Польшей. Отлично. Восстание подняли. Прекратить улучшать отношения. И 10 тысяч солдат. Сейчас посмотрим, как отреагирует на это армия Московии. Но ясное дело, что нам уже нужно подводить наших воинов сюда. Помогите, пожалуйста. Пожалуйста. Вон 16-тысячная армия Московии отправилась. Может, поможет. Свободен один дипломат. С одной стороны нам бы сейчас... Нет, еще не можем. Еще ждать нужно. Ладно, будем ждать. 6 тысяч солдат мы здесь накопили. Но их недостаточно, чтобы разбить эту 10-тысячную армию. Сколько мы получаем? Так, убрать. И одного дипломата отправим тогда... Улучшать отношения. Улучшать отношения. Кого нам нужно держать на привязи? Ломать сюда. Вот сюда улучшать отношения. Остановились. Помогать нам они не будут. Значит... Извини, братслав. Нам нужны наши 3 тысячи. Наемников я нанимать пока не могу. Могу нанять разве что 2 отряда ополчения. Там, где они быстрее всего будут созданы. И попробуем кавалерию и восточное ополчение. Здесь. Тут с какой стороны не зайди, кстати. Со стороны Кубани можно зайти. Идем со стороны Кубани. Штрафа не будет. Московия, помоги. Престиж увеличится на 10, авторитет патриарха уменьшится. Или престиж уменьшится на 25, и авторитет патриарха увеличится. Что поможет нам перекрещивать более эффективно. Авторитет патриарха. Или получить престиж без всяких негативных факторов. Ладно, так и быть. Пожертвую. Ведем, ведем нашу армию. Денег у нас в казне мало. 66. Все еще не хотят принимать требования. Терпим и ждем. Я хочу взять все. Ох, 15-ти тысячная армия. Надеюсь, в нашу сторону идет. Очень надеюсь. Вроде так и есть. Может быть, даже мне и не понадобится нанимать. Слушайте, мы можем отменить найм. Вернуть наши деньги. Эти ребята будут сверх лимита. Судя по всему, я вернул не все деньги, но... Да, так и есть. Помогут. У державы 50 административных очков увеличится. Авторитет патриарха уменьшится. Или авторитет патриарха увеличится еще на 5. 50! 50 административных очков! Они мне так нужны будут, чтобы национализировать Киев. Но это уменьшение авторитета патриарха. Вы видите, как же тяжело. Я беру административные очки. Уж извините. Ничего я с этим поделать не могу. Я вижу, что они мне в данный момент будут нужнее. Так, Московия справится. Хорошо. А мы смотрим, можем ли мы сейчас Литвой заключить перемирие. Да, можем. Слушайте, и даже можем отобрать у них часть финансов. Немного, совсем чуть-чуть. 12 дукат. Могли бы, конечно, подождать еще совсем чуть-чуть. А, они уже заключили перемирие. Они только с нами воюют. А чего мы подождем? Будет ли расти? И надо ли нам рост усталости от войны? Ради того, чтобы взять больше денег. Ну, ладно, давайте подождем два месяца, чтобы... Надо помогать. Чуть не упустил эту... Этот момент... Да, это победа. Хорошо. Ого, от нас уже начинают требовать мир. Мы фактически выиграли эту войну. Ну, раз требуют мир, наверное, придется перемирие заключать. На тех условиях, которые есть. 18 дукат. А сколько всего они могут нам отдать? 53 дуката. Но стоит захватить еще как минимум одну провинцию. Тут ежемесячный рост усталости от войны будет прибавляться к росту определенное число. А если бы сейчас осаждали хотя бы столицу или еще одну провинцию, такое дело. Но мы проделаем огромный путь только к вражеской территории. Ладно, мы можем подождать конца января, если счет увеличится хотя бы еще на чуть-чуть. Да, счет увеличился. Вот теперь мы можем говорить о мире. Пытаюсь сцедить с врага как можно больше дукат. Уже 23 дуката. Да, ну черт с ними, с этими дукатами. Мы и так возьмем. Проверяем, что мы берем. Житомир. Киев берем. Это уже будет нам стоить всего 83 очка дипломатической силы. Если мы, к примеру, не берем запорожского вассала Чернигов, а выделяем его как частью цели войны и приведет к росту цены мирного предложения 75 очков. Мы можем выделить, конечно, Киев, а захватить территорию Чернигово. Но тогда мы не выполним миссию по захвату Житомира. Вообще, в долгосрочной перспективе правильнее было бы сделать так. Правильнее было бы сделать так. Освободить, к примеру, Чернигов. Попытаться сделать их вассалами через улучшение с ними отношений. Но они нам не будут помогать в результате. И к примеру, если мы не берем Киев, а выделяем Киев как отдельную державу и пробуем их завассалить. Получаем две провинции. Дружественное государство, которое, может быть, станет нашим вассалом. Может быть, а может быть и не станет. Вопрос очень серьезный. Киев, который тоже мы долго и упорно пытались бы делать вассалами. Все это стоит 125 очков дипломатической силы, что не так уж и много. Само по себе. Могли бы взобрать еще и Воронеж, на который так усердно фабриковали претензии. Но это суниты. Это бы испортило наши отношения с Черниговым, но сделало бы Чернигов более перевариваемым. И вот сейчас я смотрю на все это дело и понимаю, что данная ситуация очень слабо разозлит моих врагов. Но опять же, в чем проблема? Проблема в том, что восстание в этих провинциях, проблема в том, что вассализация очень под большим вопросом Чернигова стоит, и Киева в том числе. То есть, это будет вопрос их выбора. Они могут с таким же успехом упасть обратно к Литве, или их к рукам может успешно попробовать прибрать Польшу, а то и дотянуться до них Московия. То есть, вот такая вот ситуация. Ситуация крайне сложная. Но это было бы по миру. Тогда бы мы не злили окружающие страны, не образовывали против себя коалиции, и могли бы продолжать воевать, к примеру, с Золотой Ордой, с Казанью, спокойно, не рассчитывая, что кто-то ударит спину, либо взять все и сейчас и крупно рискнуть. Так сказать, надежно закрепить Чернигов, как наш вассал, хотя надежно в данном случае это вопрос тоже очень-очень. Мамлюки начали против Османской империи войну, то есть сейчас они нам не конкурент, даже если войдут в коалицию против нас. Замечательно, что такая война разгорелась. Польша продолжает воевать со Швецией, но мир с Литвой уже заключила. Вопросец, вопрос, вопросов, что же делать? Как же поступить? Чернигов нам, как вассал, сейчас очень бы пригодился. Так мы утонем просто в этих вассалах. Но это было бы более по уму. Больше бы похоже на осторожную рогатую жабу. Осторожная рогатая жаба. Ладно, давайте заключим то перемирие, которое я хотел бы заключить с самого начала. Я так на него надеялся. Не буду себя отказывать. Так и быть, я рискну. Тут и скидки смотрят на нас. Смотрят. Смотрят и плачут. Как так? Такие скидки. Мы берем Житомир. Не выделяем. Не выделяем. Берем Житомир. Берем Киев. И требуем передать вассала. Все. Больше мы ничего не можем потребовать. У нас требования в притирочку. Ну что ж. Я готов пережить то, что меня ждет дальше. А переживать придется многое. Литва потеряла престиж. Мы потеряли 83 дипломатических очка. 25 административных получили за захват Житомира. И плюс 10 престижа еще. Вот вам. Защитить свою культуру в Подолье. Престиж увеличится. Улучшить отношения с Волынью. Престиж на 3 увеличится. Надо до 100 довести. Или создать. Давайте с Волынью улучшим отношения. Возьмем этот квест. 20. Дипломатия. Улучшить отношения. Я думаю, это у нас быстро получится. Усталость от войны у нас очень маленькая. Теперь нам надо справиться с сверхрасширением. Для этого 45 административных очков сюда. Вот видите, нам те 50 или 40 административных очков очень пригодятся. 202 административных очка сюда. И беспорядки тут не такие уж и большие. 18 месяцев, да. И соответственно всю армию мы теперь приспокойненько переводим куда-то сюда поближе. Раз, два, три, четыре, пять провинций у нас под боком. Мы с Черниговым можем улучшать отношения. С Крымом отношения сразу упали. Агрессивное расширение. Я уже даже боюсь смотреть, как мы разозлили окружающих. Да, разозлили серьезно. Сейчас мы будем этих ребят задабривать, умиротворять. Минус 21 надо ввести в положительное русло. Приграничный конфликт. Агрессивное расширение спадет. 2,3 каждый год. За 10 лет на 23, я думаю, они успокоятся. Османская империя. Положительное отношение. Но агрессивное расширение не очень. Минус 66 Московия. Литва потерпит. Литва нам все равно. Литва и так наш соперник. Но она сейчас ослаблена. Дания все равно. У них тут своих проблем хватает. Новгород. Новгород потерпит. У них не те союзники, чтобы выдвигать нам претензии. Нам страшна сейчас только Польша. Казань почти не огорчилась. И Казань. Только Польша и Казань. Но теперь-то у нас большие силы, друзья. Обзор своей страны. 5 из 5. Газикумов. Право прохода. Давайте разорвем с ними право прохода. Дипломатия. Нам нужен дипломат для этого. Вернем всех наших дипломатов. И продолжим жить. Сейчас будем смотреть, как в коалицию против нас будут сыпаться страны. Странопад сейчас будет. Принятие религию. 62 месяца. К 99 году получим первую перекрещенную свою провинцию. Но я забыл посмотреть, кстати, как у меня. 66%. Неплохо. Улучшаются показатели. Улучшаются. И нам нужно тратить дипломатические очки, кстати. Рязань вступает в коалицию против нас. Ути-пути, Рязань. Налог не вводим, дабы не провоцировать национальные беспорядки. Потерпим какое-то время, пока... Год тут терпеть, и здесь терпеть тоже год. Потом введем налог. Валахия в коалицию, Золотая Орда в коалицию против нас. То есть объявим войну, к примеру, в Золотой Орде, и сразу туда подтянется Валахия. Мы можем сфабриковать пока претензии на несколько провинций Литвы. Или можем пока не рисковать. Все равно с Литвой мы будем воевать только через 10 лет. Литву, Швецию можно не бояться. Улучшить отношения. Будет и династический брак с ними со временем. И второй дипломат у нас будет следить за улучшением отношений со странами, которые нам опасны. Московию можем до максимума довести. Пусть кайфует от того, что мы соизволили ей быть нашими союзниками. Льеш покинула военную коалицию против Франции. Швеция приняла предложение о мире, сделанное Польшей. Никто ничего не получит. Но теперь очень важно, чтобы Польша... У Польши, кстати, тут восстание идет. Давайте посмотрим, сколько у них войск. Польша! А ну, не сметь даже думать нападать на меня. 11-8 и нет рекрутов. Они могут попасть под крестьянскую войну. Если так будет, значит мы вообще будем в безопасности. Польша объявила нас своим соперником. Вот это плохо. Идем в Киев. Можем что-то построить. Но помним, у нас такая жутчайшая инфляция. Нам бы ее снизить. Я тоже в этом плане спешить не настроен. Вдруг что-то полезное случится. Право прохода? А что у вас? Воюете с Англией? На, держи. Право прохода. Ольденбург вступила в военную коалицию против Франции. Интересно посмотреть. Франция, конечно, тоже того сверху расширяется очень быстро. Англия захватывает Шотландию. Скоро будет формировать Великобританию. Ну, скоро. Относительно скоро. Интересно посмотреть, как у вас тут. Выигрываете войну против Венеции и Мамлюков. Османская империя может позволить себе вести несколько войн сразу. Венгрия. Пока перемирие. Может быть, Венгрии даже захочется повоевать с Польшей. У Польши в союзниках Дания и Литвы. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А вот это уже плохо. Литва в союзниках, но войну против нас она не поддержит. Не поддержит. Это хорошо. Мне бы хотелось, чтобы Польша повоевала с Венгрией и Тевтонским орденом. Да, я себе тут проблемку сделал. Давайте уйдем с Киева. Попробуем снизить содержание и заработать как можно больше денег. Дипломатическая репутация минус 3 будет действовать до 96-го. То есть, нам, в принципе, немножко подождать осталось. Деньги давайте. Больше денег. Если что, Чернигов поможет нам как вассал. Чернигов, Крым. По чуть-чуть армия у них будет. Дипломатия. Династический брак. Союз у нас есть. Тут мир. И помним, я говорил о том, что нам важно сохранять перемирие. Казань ни с кем не воюет. Самое главное, чтобы нам никто войну не объявил. Московия. У них перемирие с Литвой и Швецией. То есть, они могут заняться Новгородом, а могут заняться и Казанью. И тогда нам нужно будет их поддержать в этой войне. Так, у нас 96-й год. И это означает, что очень скоро, очень скоро национализируем Киев. И будем получать стоящий доход. Что там у нас торговля, кстати? Торговля у нас бедствует. А почему Польша здесь 17%, Литва 19%, Новгород. И только потом мы национализируем, немножко изменится. А здесь Литва 21%. Серьезно. Несмотря ни на что, очень серьезно. Ребята своими сухопутными карванами. Но они, видимо, строят постройки. Не похоже, чтобы они строили. Где-то рынок у них есть, но совсем не тут. Литовский Братслав. Отлично. Тевтонский орден начал против Польши войну. Супер. Наше производство товаров плюс 2,5%. Хорошо. Это означает, что Польша пока что не будет смотреть на нас с агрессивной точки зрения. То, что они объявили соперником нас. Это да. Они будут заняты и ослаблены Ливонским орденом. Тевтонским орденом точнее. Теперь стоит просто держать кулачки за то, чтобы у Тевтонского ордена получилось Польшу ослабить. А что я смотрел? Пять из пяти присоединился объекты сверх расширения. Понятно. Страдает дипломатическая репутация. Агрессивное расширение соперник. Соседи толерантны к еретикам. Приграничный конфликт. Давайте посмотрим. легитимность у нас уже 82. неплохо. Ладно, друзья, вот такая вот ситуация щекотливая сложилась. И нам теперь все, что нужно, это просто ждать. Просто ждать. Мы, конечно, можем повоевать против Золотой Орды, но тогда Газику мог присоединиться и участники коалиции. А это это у нас Рязань, Валахья. Не так уж страшно. Остальные страны не не дергаются в этом направлении. Хорошего вам настроения, друзья. И удачи. Продолжение следует...